Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзор от Pablita. Сегодня у нас интересный гость. Это фонарь TN36 от известного производителя фонарей True Night. Давайте познакомимся с ним поближе. Фонарь пришел в комплектации расширенной, с зарядным устройством, с аккумуляторами, вот в такой вот большой коробке. Сначала мы начнем обзор фонаря. Фонарь собственно в комплекте, чехол, инструкция, уплотнительные прокладки, накладка на кнопку, ну и соответственно аккумуляторы. Давайте уберем все ненужное и приступим к обзору. Итак, чем интересен данный фонарь? Вот, тем, что эта новинка имеет на своем борту 3 мощных диода 3 МКР, которые в сумме дают вот эту вот большую мощность 6 510 люмин. Видите, какие они? Крупные. Каждый диод состоит из, грубо говоря, 4 мощная линза. Для каждого диода как бы свой интегрированный рефлектор апельсиновый, который дает практически ровный заливной свет без градиента. Вот такая вот головная часть. Безель достаточно глубокий, благодаря ему стекло защищено от падения вниз. В принципе, продумано. Головная часть фонаря имеет мощный радиатор. Сверху имеется плоская площадка, на которой располагается утопленная вровень с ней кнопка включения-выключения фонаря и переключения режимов. Кнопка умеренно мягкая, с четким кликом. Нажимается легко и удобно. Корпус батарейного отсека представляет собой такой вот линзивый стакан. Достаточно толстостенный. Накатка очень цепкая. Благодаря ей корпус не будет скользить в руке. На корпусе имеется грань в количестве трех штук, даже площадки они граня, на которых одно из двух, то есть двух из трех выгравировано методом лазерной гравировки фирмы-производитель и модель фонаря. Задняя поверхность плоская, благодаря ей фонарь можно ставить как свечу и использовать его в качестве источника отраженного света. Резьба. Видите? Чистая, анодированная, прямоугольная. За резьбой в канавке располагается резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность. Кассета для источников питания для четырех штук формата 18-650. Симметричная, ее можно вставлять любой стороной. Не ошибетесь, положительные контакты подписаны, чтобы также не произошло никакого перепутывания полярности. Давайте откроем источники питания. Как я сказал, это четыре батареи формата 18-650. Не забывайте использовать оригинальные, то бишь брендовые, а не совсем уже нонейм, потому что фонарь мощный. И энергия ему нужна, соответственно, тоже в больших количествах. Вот так вот выглядят источники питания в кассете. Вот кассета в корпусе батарейного отсека. Вот контактные группы, вы видите. То есть здесь на кассете это контактная группа плюс и минус, и, соответственно, плюс и минус в фонаре. Давайте закрутим. Посмотрим, что и как, почему. В полностью закрученном фонаре кассета располагается плотно, эффекта погремушки нет. Все хорошо. Еще раз прошу внимание обратить на размеры. Фонарь при своих размерах действительно крайне небольшой. Вот. Удобно лежит в руке. Вес его не назовешь легким, но и не тяжелый. Порядка 400 грамм без батареек. С батарейками, конечно, больше полукило. Итак, включение и выключение, как я говорил, происходит нажатие на кнопку. Кнопка при этом имеет индикатор напряжения. Если он горит, состояние батареи, если он горит синим, то батареи заряжены. Если он становится красным, соответственно, батареи требуются замены. Двойное нажатие включено на фонаре, включает турбо режим. Удержание переключает режимы по кругу. Турбо режим у него 6510 люмен 119 минут. Максимальный режим 2280, 194 минуты. Средний режим 785 люмен 587 минут. И минимальный 116 люмен 54 часа. При включенном фонаре быстрое двойное нажатие активирует строп. Строп действительно очень злой. А при выключенном фонаре длительного удержания включает режим светлячка. Фонарь светит белым цветом, но на минимальных режимах свет немножко уходит в зеленый оттенок. Вот такой вот я обратил внимание. Управление простое. Кроме стропа, стропу надо приловчиться. Потому что так быстро нажимать кнопку. Кнопка мягкая и легкая, как я говорил. Надо немножко иметь опыт. Предохранитель от случайного включения, потому что кнопка мягкая. Стоит немножечко приоткрутить корпус фонаря. И фонарь не будет включаться. Фонарь поставляется с чехлом. Чехлом сделан с нейлона. Нейлон черного цвета. Внутри мягкая прокладка. Фонарь в чехол помещается головной частью вверх. Фиксация в нем на липучку. Также чехол можно использовать по-оперативному. То бишь открытый. Таким вот образом. Чтобы фонарь можно было выхватить быстро. За счет этого фонарь уплотняется хлястиком самого чехла. И достаточно плотно в нем сидит. Крепление чехла возможно при помощи декольца. К которому можно пристегнуть карабин. К примеру. И пристегнуть к какой-то амуниции и снаряжению. А также имеется тканевая петля. Двойная. Вы можете ее быстро в съемном варианте использовать. Или пропустить ее за вторую петлю. Которая не быстро съемная. И фонарь будет надежно зафиксирован на вашем и мне. В целом фонарь у производителя получился очень интересный. При небольших размерах он действительно дает стену света. На распространенных источниках питания. На новых интересных диодах МКР. То есть Турнайт не отстает. Старается быть передовым производителем фонарей. И это у него получается. Более детально. В данном фонаре я расскажу в своем обзоре. Читайте блог. Подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. И всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok